Салют! Сегодня тема, даже, наверное, будут их две. Это скидки на, хоть на, хоть не на, и... Наверное, такую тему затронем, знаете, только у нас и больше нигде. Ну, вот такие парфюмы, как, например, вот Акоди Барма, Ваниглия и Сандало, они используются в... то есть они продаются только, например, в корнерах в определенных. Бывает так вот. Продавались они в Москве, в ЦУМе, по какой-то басхонсловной цене. Ну, вот начнем, наверное, со второй темы, чтобы сразу... Она же и будет и первая. То есть только у нас и больше нигде. Есть некоторые парфюмы, о которых мы даже и не знаем, которые продавали, предлагали на своих корнерах определенные бренды. Ну, например, та же самая линейка, бутиковая линейка Dior. Но не в каждом корнере ее вообще можно встретить. По какой причине? Наверное, по той причине, что, ну, не для каждого. Вот знаете, есть линейки, например, Ангел Шлёс. Шлёссерный ангел, вот эти линейки Офрэш. Лю-зо-де-стант, лю-зо-де-стант, по-моему, так переводится. Не переводится, а говорится. Лю-зо-де-стант. Лю-зо-де-стант, лю-зо-де-стант. Или э-зо-де-стант. В общем, кто как. Там, по-моему, два, можно, два разговорных текста. И они не продают их в обычных, вот даже в тех же самых хрентуалях, хренгошах, хрен-де-бате, ну, и золотого яблока, позолоченного тыблока. Вот они, в них, по-моему, и не представлены. Есть там, конечно, шлёссерный ангел, те, которые для массовости предназначены, вот. А есть бутиковые линейки, специализированные. Тот же самый Dior, может в бутиках Dior продаваться. Тот же самый Etro, или Etro, Etro. Они продают только, эксклюзивно. И, ну, вот, вы видели при распосылках, распосылки бывает так, что только продажа у авторизованных дилеров. Есть авторизованные дилеры, есть ритейлеры, дилеры, я говорю. Ритейлеры, вот, через ритейлеров. И эти ритейлеры, они, вот, помимо одежды, опять, это дикая кошка, психованная. Вот, и эти ритейлеры, они продают не только сам товар в виде парфюмерии, они продают ещё и одежду, ещё какую-нибудь хрень, ещё какие-либо аксессуары. Кстати, а ещё насчёт аксессуара. Те же самые солнцезащитные очки могут продаваться, могут обязательно, то есть обязаны, наверное, это всё делать. То есть есть полный спектр, полная палитра данного, например, бренда, тот же самый Шанель. Но не всегда они могут вместить всё. Это как Луи Вуитон, вот этот Вуитон. Непонятно, что у них, что они там делают вообще, и как, миллионы, тысячи. Миллионы прям иногда просто оплачивают люди за непонятно что. Поэтому только у нас и больше нигде это может и относиться к ним. Те же самые Диоры, те же самые Шанели. Ну, правда, наверное, не будет этим заниматься, эта фигня. Но Диор, Шанель, они, да, они, особенно Шанелюхи, Шанелюхи они обязательно это всё делают. Ну, есть ритейлеры, которые, дистрибьюторы открывают их в том же самом Золотом Яблоке. Они представлены там, вытянутые такие очень горделивые консультантши. Из себя что-то кого-то там строят. Очень неприятная вещь. Как бы неприятно подходить. Лучше схватануть и убежать на кассу. Всё. Больше ничего мне не хочется. Это очень неприятные люди. Есть, по-моему, даже бренды, которые, у которых консультанты, если тебе не понравится их Face ID, то есть лицо ваше понравится, они вправе отказать от покупки. Ну, тут уже, знаете, ты в какой-то Европе. А что в Европе? Это, по-моему, в Италии происходит такое. Да, ну да ладно. Только у нас и больше нигде. Вот насчёт Аква Депарма, ваниглия, сандалу, ваниль, сандал. Они продавали специализированно в ЦУМе, там, за баснословные деньги, данные ароматы и всё. И больше нигде. То есть я спрашивал у консультанта, которая здесь уже к нам приезжала, и она говорила так, что это эксклюзивно только для, вот, в Москве. Только в Москве. Тут, по-моему, 18-й год, что ли, 17-18-й год. Поправьте меня, потому что, по-моему, они выпускали их в 18-м году, а в 19-м. В 19-м они выпустили вот эту чёрную вот линейку всё, и туда ваниль. Сандал, по-моему, тоже засунули туда. Надо посмотреть, подзабыл её что-то. Вот, ваниль точно, обзор гиги. Ваниль они засунули туда, и переделали они её, и они сделали так, что она стала чуть-чуть немножечко ближе, как бы не плоско, но интересно. Всё же, опять-таки, но. Имеет место быть, что, а нужно ли нам это? Нужно ли бежать за каким-то эксклюзивом, который потом будет стоить и дешевле, потом будет перевыпускаться? Но самое главное, мы об этом не знаем. Будет ли это? Думаю, что этого не будет не с каждым брендом. Это не будет с каждым брендом. То, что Акодипарма она создала и сделала, мне кажется, они сделали большую-пребольшую ошибку, потому что, ну, фиг ли, фиг ли, миг ли, аромат не совсем-то и продавался в этом плане. Почему? Потому что такие, по-моему, 30 тысяч он стоил. 30-32 тысячи. Если я ошибаюсь, поправьте меня, потому что те, кто знает, кто в Москве живёт и видел эти ароматы, сколько он фактически стоил. Может быть, в дьютиках они точно не продавали. Они эксклюзивно только в брендовых своих бутиках. Хотя брендовые бутики, брендовые, это считается, по-моему, это модные дома. И это Акодипарма, это не модные дома, это нишевый бренд со своим нишевым сегментом, который как бы... Ну, не будем обсуждать эту фигню. Вот. Поэтому только у нас и больше нигде это, конечно, хайп. Хайп на ровном месте. Он, безусловно, объективен. Почему? Потому что, блин, они создают деньги, ну, тот же самый хайп, на ровном месте. Просто на ровном месте. За счет того, что, блин, вот как бы... Вот у нас покупаете, и все, и больше нигде этого не будет. И как она объяснила, это консультант знакомая, не будет, этого не будет больше нигде и никогда. Это, естественно, хайп. И на это ведутся вот многие, не то что... Не только блогеры, да. Но я бы тоже повелся, если бы мне вот как бы накрутили голову, да, мозгами там поднаправили, и сказали, что, блин, не будет этого больше, вот покупай и все. С одной стороны, бывает ароматы, что они пропадают, и как бы есть бытиковые ароматы, которые пропали, и больше никогда не будут воспроизводиться. Если они их производят, например, тот же самый Айсберг Омма, который производился с 91-го года, если верить в фрагрантики, у меня была миниатюра в 2000-м году. И вот это вот все, вот это воспоминание, да, и когда я делал обзоры и сравнивал все-таки, по идее, Айсберг тот, что германский, немецкий, он, безусловно, намного интереснее, он чуть плотнее. Но здесь я еще сделаю такую рокировку, что, как бы, подождем год, два, три. Через три года Versace UD стал более интересным, ну, вот дихлофосность его осталась, но все же. Так вот, насчет того, что только у нас и больше нигде, безусловно, оно имеет место быть. Бренды вправе что-то делать. Как бы мы сейчас тоже не о правах говорим данных брендов, а вообще говорим о том, что стоит ли приобретать себе аромат, который, блин, стоит баснословные деньги. Сейчас данный аромат Акоди Парма, ваниглия, сандалу еще я пока не вижу, и, наверное, его, по-моему, полностью закрыли, его ликвидировали. А вот ваниглия, они, именно вот с этими золотистыми крышками, да, перламутровым золотом, они используют, то есть они продают. То есть сначала это было там 15 тысяч на одном интернет-сайте, на другом 10, потом они снизили это все. В течение года они снизили это до, так, 10-8, 7 тысяч было. Другой сайт потом открыл, европейский, вот вообще, в принципе, у вас будет это 21-го года, у меня это будет 20, у меня еще и 20-й идет, новембрь. Вот, это было 4 месяца назад. Они начали с топ идти у них, у этой ваниглии, 6-116. Потом они догнали до 9700, 200, 9700, 9700, 970028. Потом стоило это все. После. А после, по-моему, они будут еще и поднимать, поднимать. Так, 9700. Потом они опустили эту цену. Они опустили эту цену. Они опустили цену до 6243, что-то такое вот в этом роде. Поэтому, как бы, интересоваться данным брендом, как бы, о, блин, это все, это нахер, блин, надо рвать когти и покупать. Ну, я как бы не думал об этом. Если я приобрел, ну, тоже 8 тысяч, я считаю, тоже дороговато в этом плане. За, как эти пармы, ваниглия. Ну, зимой она круто звучит. Зимой она... Это не то, о чем вы подумали. Вот. Уснулся я в 3 часа ночи только. Вот. Поэтому... Еще тренировки, занятия. Поэтому... Приобретать, как бы, ну, мой такой, ну, не совет, что ли, как бы, на предосторожность. Подумайте по нескольку раз. Я человек такой, что, если я что увидел, блин, я последние деньги отдам, а похудею еще. Хотя, когда 61 килограмм, что, куда еще худеть при росте 170? Вот. Ну, у меня соответствует все нормально, как бы, в этом плане. Насколько я вижу ребят, как бы... Ребят, худеете, блять. Ребят, худеете. Нахрена это вот это вот все, это вот это безобразие, которое, блять. Я не удивляюсь. Ну, в общем, это другая тема. Так вот. Предосторожность. 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 Из-за того, что не нужно покупать, бежать за какими-то такими парфюмами, которые, вот, блин, они вот... Вот я есть, да? Я, который сбегал, например, за Сиэль. Сиэль никогда не тестил от бренда Амуаш. Все. Его сейчас не производят, его сейчас не делают и так далее, и так далее. Что еще? Там, Силвер не производят. Ну, я не знаю, у меня рука тянется, ну, что-то я бью и... Бью по своим рукам, ну, не хочу, не надо, не надо этого. Лучше почитать отзывы и лучше им поверить. Есть, вот, если два, три, четыре отзыва первых, там, первых... В первой двадцатке будут не особо хорошие. То есть, они будут вот повторять по чештатуре. Да, действительно, так и есть, что это не так пахнет, как есть. На самом деле, лучше сказать себе нет. Вот, поэтому только у нас и больше нигде этому верить. Ну, ну и хрен с ним. Ну, проглядели вы этот аромат. Ну, когда-нибудь вы его встретите. Если вы пролетели с этим ароматом, ну и пофиг. Есть другие. Я уже объяснял, что в течение... Сколько там уже, наверное, прошло? Ну, около десяти тысяч парфюмов выходят в год. В принципе, если можно открывать вообще про фрагрантику и смотреть, вы будете видеть каждый день по нескольку штук. Иногда десяток выходит. Иногда тройка. Иногда единицы. Ну, вот, реально, не меньше десяти парфюмов в день выходит. Просто подсчитайте тогда. Вот. И об этой теме, в принципе, все. То есть, то, что они эксклюзивно представляют, иногда может и вылиться дальше в интернет. И так и происходит. Вопрос. Вопрос. По какой причине... Да, вот зададим вопрос, например, о Кодипарне. По какой причине у вас парфюмы, которые стоили... Ну, ладно. Которые продавали в бутиках, специализированные, по специализированной какой-то цене. Лимитедедишн. И только у нас, и только и больше нигде. Почему они слиты в интернет? На что мне был дан ответ. Мы ничего об этом не знаем. Все, что вы говорите, это может быть только... Блин, как это было переведено-то, блядь? Все, что вы говорите, это только ваши слова. Нет подкрепленных доказательств. А если они у вас есть, то предоставьте нам их. Какой магазин и так далее, и так далее, и так далее. Я говорю, сами найдете. Интернета полно. Все. Ну, было по-итальянски, поэтому, как бы, ну... Никому не хочется из Дали что-то там искать в службе безопасности, да, какие сайты есть. У них корнеры в России, они могут через них потребовать. Да блин, это все в открытом виде есть. Просто вбейте эти названия, Акводи Парма, Ваннигле. Все, и вам выдаст гугл все, что нужно. Они считают, то ли нас дураками, то ли они идиоты, что мы так понимаем их. Поэтому, я считаю так, что бренды работают всегда на два лица. И когда заканчивается, и никто их не покупает. Мы их выпустили 10 тысяч. Их никто не покупает за такие цены. Эксклюзивно только у нас, и больше нигде. Нахер вы нужны тогда. Да, для чего это делается? Это делается для... Это не для чего-то делается. Это делается подача. Эксклюзивность. Лучшее, что есть у бренда. Да, то есть это холят или леют потребителя. Чтобы этот потребитель пришел в корнер Акводи Парма, и то, что ему не понравилось, например, из средиземноморской линейки, блин, холодно на балконе, средиземноморской линейке что-нибудь даже не понравилось, в любом случае он или она уже будет в предвкушении того, что они приобрели когда-то, где-то в каком-то Испании, Испании и Италии. У нас же любят туда кататься, да, в Дутифри, в Дутифри в этой... В Дутифри-то их и нет, ладно. Вот. И что? Вот только там, и вот они покупают... И у них воспоминания это. И что им нужно, хочется сделать? Не будем мы проверять кольца. Вот. И что им хочется сделать? Им хочется приобрести еще что-нибудь. То есть вот это так работает. Это работает, ну, блин, это как Кашпировский. Я заряжаю, я заряжаю вас. Чумак. Вот. Вот в этом плане, когда вы ведетесь на эту часть, вот здесь проблема. То есть люди начинают бешено все это скупать, блогеры начинают все это рекламировать, посмотрите, а как хорошо, как это приятно. И вы начинаете этому верить. Это опасно. Все, тему мы закрываем. Только у нас и больше нигде. Вы поняли, о чем я вообще хотел сказать. Вот. Что? Наверное, резюмирую. Надо что-то резюмировать по этой теме. Да, я так перепрыгиваю, как на дюнах прыгает. Пески ветра. Вот. Поэтому. Всегда имейте в запасе, ну, как бы, понятие того, что, ну, нет, как бы, эксклюзивный и похер, пусть они там и продаются. Вот. Какой бы аромат ни был, читайте комментарии. Всегда читайте комментарии. Если же нет, находите, находите, как это объяснить, о, открылись, находите блогеров, которые об этом говорят. И лучше все, конечно, честно, которые говорят. А не так, что вот этот аромат такой, это, о, это сексуально, о, это ебанально, о, это вагинально, о, это еще какая-нибудь хрень. Да, вот, вот, это вот пахнет так, это прям вот девочкам. Каким девочкам? Каким девочкам? Где вы видели девочек? Они уже рожают в 11 лет, девочки. Или как у нас на работе. Вот моя девушка, какая девушка? Ты с ней живешь, ты с ней спишь, какая, блин, твоя девушка? Ну, так назови ее подругой. Моя подруга, да, моя женщина, как в дурдоме 2, да, дурдом 2. Моя женщина, мой мужчина, да, вот это вот все, поебенье вот это все. Моя женщина, дурдом 2. У меня мать смотрит почему-то, я не знаю, по какой причине ей нравится. Ну, этот про, 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 проститутейшн, проститутейшн, вот этот вот, вот эта вся фигня, а ей нравится, не знаю, раньше не нравилось что-то, как-то приезжал, и это мерзко как-то, а сейчас ее не оторвать, они там ебутся, дерутся, сосутся всеми, всеми, перед всеми, там уже дети все переебались с ними, в общем, поняли, вот, что-то я тему начал, уже совершенно другую, вот, поэтому, ну, вы поняли, вторая, вторая часть, наверное, будет идти, скидки на, на кого, на кого рассчитан, на бренд рассчитан, то есть на потребителя рассчитан, бренд рассчитан на потребителя, в любом случае, любой бренд, блин, я замерз, любой бренд рассчитан на потребителя, тот, который потребляет, то есть, ест, покупает, пользуется, использует, когда покупает, разочаровывается и так далее, поэтому в плане в плане скидки на скидки на свой товар который предоставляет бренд тут же самый джо малон все видели сколько это вообще принципе стоит я уже говорил что там обычный колон не интенсивный стоит вообще по себе стоимость 1800 рублей 1800 рублей 1850 1820 тогда себе стоимость но то будет по себестоимости продавать то есть тебе нужно просто встать на парапет куда-нибудь с протянутой рукой где находится джо малон и его продавать и цену написать все подъедет машина купит и ты и ты пошел довольный дома все нет же нужно создать дом нужно создать интерьер нужно создать апофилос нужно создать рекламу и так далее все это накручивается накручивается что потом происходит скидки вот эти они предоставляются на основании его это джо малон например сроков годности точнее сроков реализации это такое модное слово срок реализации в законе есть срок годности парфюмерно-косметически которые обуславливаются определенными годами российским стандартам все то есть далее три года они три года существуют все и дистрибьютор штампуют это все безусловно все эти стикеры можно от балды написать далее скидки они предоставляют когда срок годности 40 реализации подходит уже к своему завершению например вы видели неоднократно что я показывал при распоследок что происходит происходит то что даже срок реализации заканчивается вы видели или ведь там по-моему баночки нет вроде бы там баночки нет уже мало для этого даже забыл вот этой вскрытой баночке которая говорит обуславливает нам определенный срок после опробирования что значит опробировать это когда ты вскрыл крышку поняли то есть юридическим языком то что ты не нажал это не означает что он не опробировал когда открыл крышку все ты опробировал тут уже никак не получится у вас вот ну это надо доказывать это знаете такая доказательная база должна быть очень полная и открытая что-то очень сложно вот поэтому скидки на joe malone скидки на шанель который как бы никогда не производят и не делают ну они себя строят скидки тот же самый мин нью-йорк там по-моему даже без дистрибьютора они в россии крутятся надо будет уточнить точно без дистрибьютора они крутятся просто сами по себе вот поэтому скидочные вот эти все манипуляции это затравка это мы все все прекрасно понимаем это срок реализации когда товар должен пройти то есть например тоже самое золотой яблоко или туаля не как бы это все очень быстро скидывают имеют право это делать бывают скидки черная вот эта пятница непонятная бывают скидки что или сам магазин это все делает бывают скидки что сам бренд дает возможность это сделать то есть вот тенденции вот они ловят это все вот и поэтому то есть те скидки которые предоставляют нам магазин а это может предоставляться как и самим брендом как и самим магазином который курирует данный бренд тот же самый мин нью-йорк который по моему шоу исчез из золотого яблока и они ушли потому что никто их не покупает почему потому что очень сложно понять я вообще два года два года подходил к этим ароматам два года в разные времена прикиньте два года и это очень было сложно почему потому что ароматы ну реально не для всех не для каждого не каждый это все поймет это как взять какую-то энциклопедию и просто ее прочитать ты ее просто прочитал и у тебя все это вылетело также с парфюмом ты вопросов послушал понюхал если ты не понял ну там другая будет тема понятливый парфюм вот и ты ее не понял и ты эту тему не понял а потом через какое-то время что-то у тебя поменялся там электролиты выстрелить свои края правильно и ты начал понимать да блин это то что я понимаю с чем это приходит это не приходится скидками а кстати бывает и так скидку видишь ты купишь любое говно лишь бы только купить в этом плане блогеры парфюмерные парфюмерные маньяки я не хочу обижать никого потому что как бы я сам тоже подвержен тому что если я вижу низкую цену я куплю это я куплю обязательно но когда я начинаю так разоряться да и я начинаю как бы это читать отзывы все-таки находить ту правильную полемику с тем что ну блин она нафиг мне не надо вот и все то есть надо себя держать лучше всего как я это делаю я просто удаляю все все что мне хочется просто удаляю удаляю все и это забываю а потом опять обратно если я вижу эту скидку опять прихожу и захожу на сайт и я это покупаю если есть возможность я уже говорил что чуть ли не последние деньги отдам не на жратву не на выпивку выпивку я не употребляю алкоголя не курю бросил курить уже давно и на еду жрать ужираться зачем если я трачу если я знаю что энергии буду тратить больше да я поем чуть плотнее если нет на хрена вот спрашивается на хрена жрать столько и люди просто покупают целыми ведрами как будто бы они как бы перед смертью не надышишься и также не наешься вот да но на парфюм можно потратить безусловно у кого есть семья большая да безусловно там уже ты на семью рассчитываешь то есть уже на детей все ты на себя уже не рассчитываешь и все вы все прекрасно понимаете все у кого есть дети вы все прекрасно понимаете что вы на семью вот вы на семью уже рассчитывать вы не рассчитывайте на себя вы ходите в том чем вы ходите и так далее то есть то что вы едите и я одного не понимаю почему такие вот морды становятся ну не морды лица да вот такие вот огромные которые в экран то что потом не влазит если вы тратите там последние все на детей на еще на кого-то от чего но от чего люди объясните вот я много сладкого и ему ну мучное еще бывает да вот те же самые клеры я по полкило могу съесть да у меня организм так перерабатывает у кого-то даже просто от взгляда тот кто посмотрит на что-то лишь бы там сладкое до его начинает разбирать я не знаю в общем эта тема не то в общем скидки на этот же малон я еще объясняю то что у меня поскольку подходит срок реализации я постоянно в этом парфюмерном магазине их выискиваю смотрю они там стали правильно все делать но молодцы я считаю что молодцы как бы так и должно быть то есть пусть их не покупая за 8000 пусть продаю лучше за 4 и вы кто-нибудь а кстати я не делал это видео там было вообще 2400 стоимость данного колон базил на роли блин я себе локти чуть не бабку слабы надо было успеть купить ну тогда деньги закончат я бы так бы купил бы может быть и разыграл бы хотя как это сделать не надо будет с блогером поговорить какими-нибудь ладно так вот скидки на тот же самый dior они предоставляются в скидки на шанель не предоставляется потому что шанельюхи они себя считают такими шанельюховскими шанельюхами что аж от шанельюхить их невозможно вот пафоса много да диор предоставляет молодцы здорово хорошо ну да идиор тоже это я считаю для себя это ниша потому что очень не все вообще понятно даже мне до сих пор что еще какие гуирлайн гуирлайн наш любимый гуирлайн ги венчи и фах линкать в фах линкать понятно dior как его называют гирлайн гирленноские вообще всегда все идет на скидках тот же самый ателье колон колон тот же самый кумтуар суд пасифик 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 да пасифик пасифик тоже грешат этим кензо калвин кляйн калвин 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 кляйн все дочь и габбана все грешат этими скидками все и понятное дело что во первых почему даже нишевые сегменты то же самое манталь тот же самый крит тот же байреда бельгейм парфюмерии кто у нас и не все или нитью помню не все ребята говорили и не все по итальянски надо будет перепроверить и не все они переводят экснило а не нехило блять вот экснило которые используются я понимаю что их с нехило экснихило и это разговорная речь да то есть даже тех блоге экснило то есть они по-французски они тоже предоставляют скидки были сбои например по этим скидкам она тот же самый байреда монсера state of mind были сбои в одном парфюмерном магазине где скидки были 50 процентов там просто вал был там реально был вал девятый вал этого народа прям консультанты просто хапали вот таскали вот и мне когда было ничего объяснять нате хватайте бегите все и хайпанули так что потом закрыли эти все скидки потому что пошел поток нишевого парфюмерии нас сход то есть что получается консультант это получит фигню они получат вот такую фигню они все-таки что-нибудь заполучат от этих скидок от этих цен от этих продаж но все же это не то что там тот же самый шейх который там по 32 по 40 тысяч стоит да он стоил там потом по 18 были там дурдом какой-то был все смели быстро это все закрыли часа через четыре когда люди все это просекли овал то идет и идет все потом цена хоп-хоп-хоп вам они давай возмущаться принципе это нужно было за магазин закрывать цену переделывать то есть не пускать туда этих посетителей и так далее в общем дурдом как-то выиграли в этом случае скидосы были прям дикие дикие даже в магазинах интернета интернет магазинах не было такого так вот эти скидки на товар бывают ошибочно оставят бывает ставят правильно сам магазин если он курирует данный бренд бывает что сам дистрибьютор это все предоставляет и бывает также срок реализации тот же самый tom ford безусловно тоже есть сроки реализации не продали потому что скидки не помогли вот таким образом может быть вот и в принципе может быть еще что-нибудь вы мне расскажете если кто не знает что-нибудь об этих скидках но это заманиловка замануловка заманиловка это для того чтобы мы что-то приобретали ненужное в принципе так то есть как брендом аквадипарма да например тот же самый бренд аквадипарма чино-то делюгерия чино-то делюгерия чино-то делюгерия да вот сто пятидесятки стоили по 5000 не тестеры товарная версия сто пятидесятки три штуки было три и их ухватали ухватали за часа четыре вот поэтому как бы вот эти сроки реализации срок годности так называемый за три месяца сожрали сожра ли представьте себе если в европе появится такая фигня ну все будут вести биском у пальца то есть зачем зачем делать то что если парфюм находит это спиртовая водно-спиртовой раствор и парфюмерной композиции в химии что с ней случится если она закрыта герметично вот с пресс-сплэш да безусловно ну ты же их не открываешь и не не попадает вообще сплошь это там отдельная тема спрей закрыты коробки все ничего туда не попадает кроме того воздух который окисляет данную композицию и округляет ее то есть выстраивает всю пирамиду или линейку ну линейки посложнее будут там что-то будут выпирать больше что-то будет меньше что-то для чего-то для кого-то и когда вот так поэтому скидки на те парфюмы которые предоставляют магазин они имеют место быть для того чтобы ну как бы затравка все прекрасно понимаете но правильно ли это правильные ли эти скидки на данный товар не всегда бывает цена просто реально завышена на 500 процентов они снижают до 200 процентов и ты покупаешь и понимаешь что потом ты видишь где-то в интернет-магазине там цена еще ниже ну хотя бы на 50 процентов и вот здесь складывается вот это вот гармошка безусловно интернет-магазины они тоже имеют какую-то вот вот тягу к потребителю да нельзя ставить постоянно то есть они тоже имеют такую затравку как бы пишут зачеркнутую цену там 7 200 и пишут реальную цену 5 600 и ты вот уже у тебя уже начинает там кипеть все ты понимаешь да блин надо купить но за 7 я не куплю потому что как бы ну и аромат как-то хреновы а за 5 обязательно он не понравится обязательно за 5000 да вот поэтому вот эти скидки они так и работают то есть манипулируя нами те кто и ведется на эту манипуляцию по моему в принципе можно подытожить как вот эти две темы то есть скидки на и только у нас и больше нигде то есть только у нас и больше нигде это вот все хайп хайп что со скидками хайп что эксклюзив безусловно есть эксклюзивы в парфюмерии но иногда эти эксклюзивы воняют так что это лучше купить какой-нибудь простой люкс который будет пахнуть намного интереснее просто недооцененные ароматы есть они есть к сожалению а может быть даже и к счастью хорошо что них на них цена еще не повышается надо заканчивать потому что скоро ехать нужно всем всем спасибо все свободны до встречи